С момента выхода последнего ролика, на самом деле, произошло очень много всякого разного интересного. Ну, как бы это понятное дело, потому что прошло целых два месяца. И думаю, можно кое-что кратко рассказать. Однажды, подслушивая разговоры Лаврина, я понял то, что он собирается сделать что-то неладное. А если быть подробнее, то сделать целую монополию и, скажем так, основать торговый альянс. Ну и в итоге, Лаврин вместе с своей командой построили на спавне целый торговый центр, в котором, кстати, в дальнейшем продавались очень многие полезные ресурсы и товары. Мы же с Диан Кейм также не сидели без дела. Мы продолжали с ним развивать наш магазин, добавляли туда новые товары, ну а также занимались нашей базой. Построили склад, сделали ферму тростника, ну и, конечно же, украсили всё это дело. Ровно так же, как и в один прекрасный день, я решил украсить нашу территорию внешне. Куда ж без этого. Ну а также, Моди успел стать президентом Майншилда. Впрочем, ничего нового, да. Ведь это Майншилд. Ну а мы тем временем начинаем. Играя на сервере одним прекрасным июльским вечером, я вдруг подумал, почему бы мне не захватить рынок ещё одним очень и очень важным продуктом, которым пользуются сейчас, которым сейчас все нуждаются, и в котором будут нуждаться все в будущем, вплоть до закрытия Майншилда. Да, вы все правильно подумали, я сейчас говорю о головах визорскелетов, из которых потом можно сделать маяк, ну а вы сами знаете, что это очень и очень полезная штука. Ну и ровно в тот же вечер я начал думать, как бы мне сделать всё правильно, и как бы построить и найти ту самую ферму, которая не будет ломаться, как, впрочем, ломаются многие фермы. Ведь некоторые из них перестают работать из-за того, что у них ломается сам механизм, некоторые из них перестают работать ещё по каким-либо другим причинам. И мне нужен был как раз-таки тот самый вариант, который не подходил бы к этим всем фермам ни по одному параметру. Ну, чтобы он работал всегда. Да, и безотказно. Ну и проведя в интернете буквально часов 5, возможно меньше, возможно больше, я нашёл очень интересный ролик. И в нём показалась работа одной из самых больших и самых крупных ферм визорскелетов. Я такой подумал, а почему бы не сделать нечто подобное? Ведь строить маленькую ферму как-то, ну, такое себе, ну а большую, это классно, это весело, это здорово. Думал я изначально. Ну и, конечно же, первым делом я начал собирать на неё ресурсы. И как вы понимаете, для большой фермы ресурсов нужно очень-очень много. Причём разных, и даже есть те ресурсы, которые очень-очень трудно добываются. Буквально, это те ресурсы, ради которых нужно сделать ферму. Хм, да, как бы здесь всё в Майнкрафте так и замешано. Чтобы построить ферму, нужны другие фермы. Стандарт. Но между делом, я решил заняться кое-чем другим. Да, я решил помочь ДМК с постройкой другой фермы, фермы тростника. Ну и мы её, скажем так, сделали, и она работает, и приносит нам теперь огромное количество тростника. Впрочем, как и ожидалось. Иначе быть не может. Ну и ещё украсили её, да, чтобы было интересно хотя бы сюда спускаться. Чтобы было красиво. Во, самое главное. После же этого, я начал бродить по миру в поисках двух овечек, которые мне пригодились бы для шерсти. Потому что шерсть мне понадобится в больших объёмах для постройки моей основной фермы. Там буквально стаков 10-15 уж точно придётся нам добыть. Ну и также начал собирать другие ресурсы наподобие Незер Брика. Потому что тот нам тоже пригодится для постройки нескольких платформ. Да, ведь как у нас будут спамятые скелеты? Правильно, на платформах. Ну и после того, как я собрал необходимые ресурсы, хотя бы часть их, я поправился в ад, чтобы найти ближайшую нормальную крепость, которая подходила бы мне по моим критериям. Критериям для постройки фермы. Ну, я пошёл бежать. Пошёл бежать. Нормально так сказал. По ощущениям, я бежал минут 5-10 и думал, что пробежал гетоблоков 700-800. Но потом, как выяснилось, я пробежал гораздо больше. И по времени, и по блокам. Но зато в итоге, я нашёл ту самую крепость, ради которой я куда-либо далеко бежал. Да, она мне подходит уж точно. Тем более, тут даже как бы чанки не прогружены. Чудесно. После же этого я сломал бедрок у себя на базе и на этой ферме, и начал прокладывать путь между, скажем так, двумя данными объектами. Ну и проложил, чтобы можно было быстрее сюда добраться. Ну а после всего этого, я пошёл на спаун. Ибо в эту же секунду, там должно было начаться собрание. Как раз таки, о котором мы сейчас поговорим. Значит, мы долго думали, что делать с валютой. У нас есть большие планы. Я не буду как бы тянуть кота за хвост. Смотрите, в чём план. Во-первых, можно ввести налог на те штуки, которые продаются с ферм. Как вы уже поняли, на тот момент нашей экономике на нашем сервере пришёл полный конец. Потому что мы всё убедились в том, что алмазы по большей степени ничего не стоят. У меня, по крайней мере, вместе с земкой им был стак алмазных блоков, которые мы даже не копали. Но и другие ребята начали предлагать идеи, как можно всё это исправить, либо что можно в принципе сделать. Погоджи предложил сделать так называемый налог на фермы, то есть на продаваемые товары с них. И в этот момент я немножечко взгрустнул. Ибо, чёрт, я строю ферму, чтобы заработать на этом алмазы, и меня ещё сверху будут облагать налогом. Как-то так не должно быть. Но потом предложили другой вариант. Назначить президента Майншилда, чтобы тот уже решал все подобные вопросы. И по этому вопросу, как раз таки по этому поводу, я сказал да. Потому что президент на нашем сервере был необходим. На пост президента в тот момент выдвинулось достаточно большое количество людей. Такие как Диамки, как Тасмодичат и другие. Но, как я говорил ранее, победил всё-таки Модичат. Несмотря на то, что я голосовал всё-таки за Диамки. Я надеялся, что когда Диамки встанет на пост, то он как бы скажем так сможет всё сделать так, как нам нужно. Но, увы, этого не произошло. С одной стороны, возможно, это было и к лучшему. А с другой стороны, кто знает. В любом случае, после этого я сразу же пошёл дальше строить ферму. Ибо делов там у нас очень-очень много. Для начала нужно было снести всю ненужную часть крепости, которая мне мешала в дальнейшем для постройки. Ведь мне нужно строить платформу, а она большая, и как бы она сюда попросту просто не помещалась бы. Чуть позже я приступил к строительству уже самих платформ. Но совершенно призабыл про такую вещь, как спаунрейт. Особенно в крепости. Особенно здесь очень хорошо спаунится Блейзе, который моментально поджигает все ковры, которые я только что поставил. Ну и буквально в этот же момент, когда всё вот это произошло, я для себя решил то, что по сути мне нет смысла строить большую ферму. Ибо мне не нужен двойной сундук голов визор скелетов. Ну и я решил строить маленькую, самую обычную ферму. Я сразу же заполублочил крепость, чтобы Блейзе не мешали мне доделывать мою работу. Ну и как раз таки после этого я пошёл доделывать свою работу, как бы странно то не было. Ну и по сути я всё сделал, и ферма уже вроде как даже начала работать. По крайней мере падали скелеты, но их было очень мало. Но тогда я всё списал на то, что просто я не заполублочил территорию вокруг. А полублочить мне нужно было очень и очень много. Изначально, когда я начинал полублочить нужную мне территорию, а напомню, что это 256 на 256 блоков, я думал то, что это займёт у меня плюс-минус где-то дня, там 3-4. Но в конечном итоге это заняло у меня порядка 150 часов игрового времени. Да-да. За это время я успел глянуть буквально несколько сериалов, несколько фильмов, впрочем, чем ещё заниматься, когда ты делаешь такую однотонную работу. Ну и также ещё иногда я помогал другим ребятам что-либо делать. Например, вместо того, чтобы ставить полублоки, я пошёл к Заку, чтобы помочь ему вырыть огромную территорию. Это примерно у меня заняло около ски часов 6 времени, тогда я, получается, целый вечер потратил именно на это. И знаете, что могу сказать? Мне было весело, ибо, чёрт, это хоть какое-то отвлечение, и тем более у меня как бы давненько подобного не было. А я люблю как бы копать. Ну и заодно я тогда, кстати, взял у Зака немного камней, который мне очень-очень сильно програждался для полублоков, которые мне уже в свою очередь програждались как раз-таки для ада, для моего проекта. Кстати, об этом. Буквально уже на следующий день, после, скажем так, той раскопки, весь ад был мной лично уже заполублочен. И знаете, что на самом деле самое было обидное тогда для меня узнать? Правильно. Это то, что спаунрейта как не было, так его и нету. То есть, не падают эти вот чёртики с чёрными башками, понимаете? Вот как бы обида вот какая вот у меня была в глазах, да? Ну ладно. Скажем так, немножечко подумав, я подумал то, что может быть просто данная ферма не такая эффективна, и она приносит там буквально одну голову в час. Мне такой, как бы, тоже не надо. Я решил построить другую ферму. Да, правильно. Я почти что снес вот эту всю мою основу первой фермы, и за место неё построил другую ферму. Которую, между прочим, также мне не приносило ни черта. То есть, как они и не падали, так они и не падают, чёртики эти. Я решил построить третью ферму, которая уже работала на системе двух миров. То есть, виздерскелета, когда они входят в портал, и выходят уже, скажем так, через другой портал в аду, который находится уже на крыше Бедрока. И, чёрт. Она тоже не работала, прикиньте, да? Ну, и тогда я всё-таки решился на другой отчаянный шаг. Всё-таки построить ту самую большую ферму, о которой я говорил в самом начале данного ролика. От которой идеей, скажем так, я отказался. Ну, и я пошёл собирать на неё ресурсы, потому что ресурсов на неё нужно было, на самом деле, гораздо больше, чем на все эти фермы вместе взятые. И самый важный, скажем так, ресурс, которого мне не хватало даже на эти фермы, это визерозы. Я их до этого фармил с помощью куриц и снеговиков, но я понял то, что... Больше так фармить я не хочу. Ну, и тогда я пошёл в креатив, где как раз я сделал набросок данной самой фермы. И она там работала чудесно. Я решил, почему бы её не перенести на Майншилд? Ну, и я начал искать место, потому что для неё нужен был спавнер. Но самой моей главной ошибкой стало то, то, что когда я побежал искать нужное для меня место, я с собой просто забыл взять необходимые ресурсы для постройки данной фермы. Но, скажу честно, тогда мне уже на это было пофигу, мне было лень возвращаться обратно, потому что бежать нужно было далеко. Ну, а нужные ресурсы я попросту мог где-то там добыть. Самое сложное в поисках стало то, то, что помимо спавнера мне ещё нужны были жители. А ведь таскать их там по тысяче блоков туда-обратно, сами понимаете. Но уже тогда, когда я нашёл деревню, я решил спуститься в шахты, которая находится прямо под ней. И просто, скажем так, гуляя по ней, я обнаружил там спавнер-зомби, который мне как раз-таки и нужен был. Потом я пошёл за факелами и обнаружил целых две жилы алмазной руды. В принципе, опять же, что доказывает, то, что алмазы это, в принципе, никчёмная руда, которой очень-очень много на сервере. Ну и в конечном итоге я сделал эту ферму. И прикиньте, она работала. То есть, это первая ферма за сегодняшнюю серию, которая, в принципе, работает. Я тогда был рад. Я встал на ночь в УФК. А утром я обнаружил то, что я погиб. Смертью. Корабрых. От того самого Визера. Ну, хотя бы вещь спас. Да и, кстати, Роза тоже пофармил. Буквально из таков 50 у меня вышло. Нормально. Сойдёт. Буквально на следующий день я решил немножечко отвлечься, чтобы поучаствовать на викторине Зака, потому что он там для нас что-то очень интересненькое, по его словам, подготовил. Я собрал все нужные и ненужные алмазы, которые только нашёл, и побежал на центр, то есть на спаун, где краски проводилась та самая викторина. Участие в ней решили принять, наверное, практически весь сервер, потому что народу было очень-очень много. Ну и, на самом деле, вопросов от эквеля тоже было много. Буквально 10-15 штук. А тут ли ачивку за убийство дракона, если убить его динамитом? Ставка от... Давайте ставка от 3 до 5. В итоге же, подобной викториной, я ушёл с неё, наверное, почти что в ноль, потому что я много, скажем так, ставил-выигрывал, и много ставил-проигрывал. Но на самом деле я не расстроился, и потом под конец викторины ещё подарил целых 20 алмазов заквелью. Ну, как бы, мне было не жалко. Ну и также заодно ещё позанимался немножечко бизнесом, продал ещё парочку книжек заквелью. Ему было нужно, а мне было нетрудно, как говорится. Ну и ещё также, несколькими моментами позже, мы сыграли свадьбу Ники и Сегби. Было весело, на самом деле интересно, и меня ещё почему-то пытался поджечь Хевелл. Зачем? Итак, дамы и господа, сегодня мы собрались здесь, чтобы объединить браком два любящих, болящих сердца, которые соединятся в жаркой страсти и любви после свадьбы, и объединить их души навеки вечные, или до тех пор, пока первый сезон не потеряет свою юридическую силу. Второй сезон, вернее, извиняюсь. Но и заодно, так как я почти достроил свою ферму, я решил подарить некоторым людям немножечко голов. Например, внезапных подкинул Альцесту, подарил их Моди, Лаврену и, конечно же, молодожёнам. Думаю, им приятно, ну а мне... Мне тоже приятно. Кстати, к слову о ферме... Точно, забыл! Как я уже и сказал ранее, моя ферма была, по сути, уже почти готова, ведь все ресурсы, нужные для неё, были у меня уже в кармане. И, по сути, тогда мне оставалось сделать всего два небольших механизма. Первый механизм, это тот, который будет скидывать весь наш лод на ледовую дорожку, который дальше будет сортироваться уже по сундукам. А второй механизм, будет надевать на голову визор скелетов тыкву, чтобы те больше не учитывались в мобкэпе. Зачит трудно, но на деле всё очень и очень просто. И поэтому я тогда попросил разрешения у кролика Муна, чтобы встать на его ферму, чтобы добыть достаточное большое количество тыкв. Ну а потом же принялся за такую, скажем так, непростенькую работу в виде переработки их в головы. Это было долго, скажу вам так. Ну а на самом деле случилось то, чего я и боялся. Ферма также отказывалась работать, ведь не было толком никакого спаунрейта. Но придя туда вновь через пару дней, я понял то, что очень и очень сильно ошибался. Ферма заработала в полную мощность. Буквально за одну ночь, проведённую в УФК, я добыл порядка двух шлокеров визор голов. Не говорю уж там о костях и угле, потому что их было тоже очень и очень много. Ну и в принципе, я остался доволен работой данной фермы, в принципе моей работой. Ведь всё, что я хотел, я на этот момент точно уж сделал. Ребята же за момент постройки мной и данной фермы также успели сделать очень много. Например, выбрать президента, либо же сходить в Энс. Устраивали всякие пранки над всеми. И я на самом деле думаю, что это всё ещё не конец, и нас ждёт что-то более грандиозное. Хотя, кто же знает. Кстати, с вами был Лаин, это был Майншилд. Всем удачки, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова